На этой же неделе британский евродепутат, одна из самых высокопоставленных руководителей партии независимости Диана Джеймс, вслед за лидером партии Найджелом Фараджем, признала, она восхищена тем, как российский президент защищает интересы своей страны, чем шокировала местные СМИ, но принесла ощутимые очки своей партии. В мае в королевстве парламентские выборы, причем, что интересно, ни одни дебаты кандидатов на британском ТВ не обошлись без упоминания Путина, и это тоже говорит о многом. Кандидаты в премьер-министры Ее Величества соперничают не друг с другом, а с российским президентом. Сам же Путин в это время занят делами, теми самыми, что и приносят ему первые строчки в разных рейтингах. В начале недели президент России принимал в Москве греческого премьера Алексиса Ципроса. Уже после переговоров Путин передал Ципросу старинную икону, украденную нацистами из монастыря Спарты. Спустя десятилетия, выкупленная Россией, икона теперь возвращается домой. Дипломатия это в том числе ведь и искусство символов. Впрочем, разговор Москвы и Афин в последнее время чаще всего максимально конкретен, и, как убедилась наш обозреватель Вера Щирова, позволяет говорить о наличии сегодня двух европ. Ципрос виртуозно играет на нервах Европы. Возможно, не специально, а возможно, у этого молодого политика такая тактика. Но в любом случае он, как и обещал во время предвыборной кампании, отчаянно дает понять ЕС, что больше Афины не будут унижаться и жить по инструкции, присылаемым с Запада по электронной почте. Вот и в Москву Алексис Ципрос приехал без одобрения старших товарищей по Евросоюзу. Задолго до встречи с Путиным представители ЕС настойчиво пытались убедить греческого премьера отдуматься и отказаться от визита в Россию. Прямым текстом заявляли, что не на ту лошадь ставит, и что спасение Греция должна искать в Европе, но никак не в Москве. Но Ципрос угрозы проигнорировал, не обратил внимания даже на обвинения в подрыве политического единства Евросоюза. Зато обратил его внимание на то, что с назойливыми рекомендациями пора бы заканчивать. Поскольку в последние дни я слышал много комментариев и публичных заявлений европейских чиновников о намерениях греческой республики возобновить свои отношения с Россией, я хочу заявить следующее. Греция – это суверенная страна со своим безоговорочным правом вести многогранную внешнюю политику. Особую нервозность визиту добавила дата встречи с Путиным. На следующий день, 9 апреля, Афины должны были перечислить Евросоюзу почти 500 миллионов евро в счет погашения долга. И на Западе гадали, где же Ципрос возьмет деньги, намекая, что, скорее всего, будет просить у Путина. Но догадки так и остались догадками. Ципрос расплатился по счетам и при этом денег у России не просил. Греческая страна не обращалась к нам ни с какими просьбами о помощи. Это первое. Второе. Мы обсуждали вопросы взаимодействия в различных секторах экономики, в том числе и возможности реализации крупных проектов в сфере энергетики. То есть договаривались не о кредитах, а о сотрудничестве. Обсуждали отмену контрсанкций – запрет на ввоз греческой продукции, прежде всего сельскохозяйственной. И теперь главная задача в условиях санкций – найти такой вариант сотрудничества, который бы устроил обе страны. Мы понимаем, что Греция вынуждена была проголосовать за санкции против России. Ответные меры, конечно, ударили и по Греции, но это не наша вина. Просто мы не могли поступить иначе и не можем делать исключения для какой-то одной страны Евросоюза в целом. Но мы говорили сегодня о возможности расширения сотрудничества в этой области, в том числе за счет создания совместных предприятий. Также одной из главных тем стал турецкий поток – ключевой проект по транспортировке российского газа через Турцию на Балканы, а возможно и в Центральную Европу. Если он пройдет через Грецию, то поможет Афинам и нарастить политическую массу, и хорошо заработать. Впрочем, при условии, что будут проработаны все детали. Возникает вопрос, кто будет строить, за чьи деньги будет строиться труба. Греция просто не способна сейчас финансово. Мы можем финансово, но нам не дают. Европа сказала нет. По третьему пакету вы не можете инвестировать в трубы на территорию Европейского Союза. В Европе есть инвестиционный фонд, который получил название фонд Юнкера. Это его идея потратить 300 миллиардов евро на инфраструктуру. Ну дайте деньги Греции. Это же инфраструктура. Почему вы все время дискриминируете? Вы говорите, нам нужна инфраструктура на юге Европы. Ну отлично, строите трубу через Грецию. Нет, для вашего газового неба. Почему? И вот тут, к сожалению, такие проблемы возникают. Похоже, Ципросу придется разыгрывать очень сложную политико-экономическую партию. Ему надо каким-то образом и независимость сохранить, и трубу построить. Поэтому уже даже эксперты теряются в догадках. А как дальше будет вести себя греческий премьер? С одной стороны, он может попытаться убедить Брюссель в отношении России сменить гнев на милость. Хотя бы потому, что Москва готова вкладывать в греческие проекты. А значит, в прибыли будет и непосредственно Евросоюз. Но в то же время Ципрос может повести себя и кардинально противоположным образом. Я даже не исключаю, что Греция может даже проголосовать из-за продления санкций. Но надо понимать, что таковы сегодня условия игры. Греция оказывается под жесточайшим давлением. Впрочем, Ципрос уже доказал, что он не боится открыто высказываться против санкций в отношении России. И прямо заявляет, что Европа навредила сама себе, пытаясь наказать Россию. И такими заявлениями он заставляет задуматься не только тех, кто, как Греция, пострадал от санкций и контрсанкций. Но и тем самым сильно пугает лидеров ЕС, прежде всего Германию, заставляя переживать за авторитет Евросоюза. Ведь ситуация может сложиться по-разному. Из-за конфликта с Россией Европейский Союз стремительно теряет свою конкурентоспособность. И теряет свою конкурентоспособность, прежде всего, по отношению к их друзьям из Вашингтона. Которые вроде как друзья в политике, но в бизнесе, вы же понимаете, дружба-дружба, а, что называется, денежки врозь. Причем, похоже, оплачивать все счета как раз Европа и будет. В пятницу газета «Таймс» опубликовала статью с утечками о тайном документе. По данным издания, Германия и Финляндия разработали план, и теперь с молчаливого согласия других стран еврозоны начался процесс, который в итоге может обернуться исключением Греции из зоны евро. Также в документе написано, что евро может пережить шторм после отказа Греции от единой европейской валюты. Только вот о том, что Греция на самом деле только начало шторма, в документе ничего не говорится. Вера Щирова, Дмитрий Иванов, Екатерина Симонович. В центре событий.